Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань присоединяется к нашему эфиру. Сергея Владимирович, приветствуем. Доброе утро, мы из Украины. Херсонщина, это Украина, слава Украине. Героям слава. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, в Херсонской области свежемобилизованные россияне уже замечены? И если да, они в зимней форме или, как обычно, в летней? Свежих мобилизованных еще как бы не видно, еще непонятно. Есть пополнения, то есть их становится как бы больше, нагоняют их в Херсонскую область. Но новые это мобилизированные или это еще старые мобилизированные, все равно там разницы абсолютно никакой между ними нет. Я там как бы недавно говорил о том, что последняя партия туда поступила военных каких-то там очень маленького роста, их там называли полторашки. То я думаю, что новые мобилизированы. Единственное, может быть, чем они будут отличаться, что вместо аптечки они с танпонами приедут. Мы же все видели, как их учили крови останавливать. То вот это, наверное, будет их отличать от тех, которые были предыдущие. А сколько бы их сюда не нагоняли, главное, чтобы они мешки полиэтиленовые с собой брали. Потому что мы все видели и уже были случаи, что их просто закапывают в ямах. И это было в районе Таврийска, между Таврийском и Каховкой. Свозили русских и просто закапывали в ямы, которых привозили КамАЗами. Поэтому вот это ждет их участь. Пусть лучше в пакетах уезжают они обратно. К сожалению, той же судьбы Путин и его войска желают всем украинцам. В частности, тем, кого пытаются принудительно отправить в армию с украинских территорий. Расскажите, что известно о принудительной мобилизации. Поступала информация о том, что в Херсоне людей отлавливают. О том, что в Бердянске с некоторых предприятий массово забирали людей. И о том, что прибыли специальные отряды Росгвардии, которые должны будут помогать оккупационным войскам отлавливать украинцев и отправлять их на войну в рядах российской армии. Ну, сейчас принудительной мобилизации в Херсонской области нет. Единственное, что анонсировал Гауляй Терсаль, то, что будут создаваться добровольческие батальоны. И, кстати, еще одно было такое заявление непонятное, что те, кто получат российский паспорт, точно не будут мобилизированы. Это, знаете, такая заманка какая-то непонятная. Я так понимаю, что в связи с последними событиями уже просто не то, что желающих нет, а люди прячутся уже от того, чтобы им не всунули этот российский паспорт. Поэтому сейчас Гауляй Терсаль наоборот заявляет, что тот, кто получит российский паспорт, того в армию не возьмем. Я так понимаю, это сейчас они рассказывают для того, чтобы спровоцировать людей брать российский паспорт и тем самым не быть мобилизированным. Но я хочу предостеречь, кто даже об этом подумает, что расисты, как и вот эти предатели, они всем известные брехуны. Поэтому это не что иное, как заманка в ловушку. И этого ни в коем случае делать нельзя. Вот эти вот добровольческие отряды, они пока есть только анонсированы, но коллаборанты заявляют о том, что у них там целый список уже есть. И вроде бы 7 тысяч человек они туда набрали, но никто этих списков не видел и даже никто не знает, где они находятся. Поэтому вот определенные трудности у них с этим точно есть. И не то чтобы определенные, а огромные трудности, потому что добровольцев просто банально нету. Мобилизировать они пока есть еще не могут, непонятно на что им ссылаться. А те, кто получил российский паспорт, они вроде бы сейчас не могут трогать, потому что никто больше его никогда не возьмет, в принципе, как и не берет сейчас. Поэтому ситуация вот такая вот с принудительной мобилизацией. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а как попытки аннексии украинских территорий отразились на ситуации в Херсоне и в Херсонской области? Да никак. Люди как ждали ЗСУ, так и ждут ЗСУ. Деоккупация как продолжалась, так и продолжается. Уничтожение врага как продолжалось, так и продолжается. Мы приземляем их вертолеты, топим их баржи, уничтожаем самцепеки, это то, что сегодня произошло. И уничтожаем рядовой состав врага. И это никак нам не помешает и не остановит к освобождению нашей родной земли. А вот эту аннексию, которую вчера якобы подписывали договора, это еще не аннексия, это очередной шаг вот этой пропагандистской машины, то это сделано лишь для того, чтобы информационно закрыть провалы на фронте расистов и абсолютно по всей линии фронта. Это расисты думали, что смогут создать вот такую пропагандистскую историю якобы своего величия. Но величие мы все видим в Лимане, величие мы все видим на линии фронта, где расисты отступают. Это величие мы все видим, когда они идут на дно, и величие мы все видим, когда они просто закапывают своих, даже не в досужность отправлять тела в Россию. Про уничтожение врага интересная информация. Вчера в центре Херсона был уничтожен один из руководителей оккупационной областной власти, некто Катериничев. Расскажите, что вы знаете об этом, как его уничтожили и чем вообще он занимался? Он был прислан полтора месяца назад ФСБшниками для усиления как раз военно-гражданской администрации, как они называют эту коллаборантскую власть. Это коллаборантская вертикаль, которой руководит как раз коллаборант Сальдо. И что примечательно, вот когда Сальдо оживили, потому что мы же все помним, он в коме лежал, вот Сальдо оживили и прислали вот этого деятеля. То есть он, наверное, его полномочия были присматривать за Сальдо. То есть это единственный ФСБшник, который был вот в этой военно-гражданской администрации, так называемой, среди предателей, которая состоит. Это Сальдо, Булюк, Стримаусов, Семичев и вот этот вот ФСБшник, который там якобы отвечал за безопасность. Ну вот там, где он жил, вырос лобовно. И все. Ну это как бы путь каждого расиста и каждого предателя. Так будет с каждым. А вот скажите, названные вами персонажи, представители оккупационной власти, бывшие украинские чиновники, они вообще вернулись из Москвы, где они вообще живут? Они в Херсоне живут? Их местонахождение хорошо известно нашим вооруженным силам? Ну, они прячутся постоянно. Булюк в Скадовске живет и ездит постоянно. Но сейчас ему тяжело ездить, потому что переправ нет. И где-то они прячутся постоянно. Их найти тяжело. Они сейчас передвигаются с огромным количеством охраны в бронежилетах. Постоянно прячутся. На одном месте долго они находятся. Мы все помним, когда в апелляционный суд прилетел. А у них же там были все свои кабинеты. И Стримаусов в том числе, когда там плакал и говорил, ой, мы разбомбили кабинет. А его же в кабинете нет. То есть они постоянно прячутся, постоянно перемещают. Они понимают, что они все равно отправятся на концерт Кобзона. Поэтому они пока здесь всячески избегают вручения билета. Но однозначно они туда пойдут. А покинуть украинскую территорию пытаются? Коллаборанты, губляйтеры? Они бы хотели покинуть украинскую территорию. Они бы хотели сбежать. Но бежать им только в Россию. А в России там их словят ФСБшники. Поэтому бежать им-то по сути не было. У них путь один. И у них путь отправится в ад. Другого пути у них нет. Они здесь предатели. И здесь за ними охотятся и следят наше движение сопротивления. Наши партизаны. А убежать в Россию у них тоже не получится. Потому что там ФСБшники их довонят. Это проклятые люди. У них нет никаких шансов. Такая цена предательства и незавидная судьба оккупантов. Каждый час находиться в страхе о том, что тебя могут убить. Что, наверное, все-таки рано или поздно так и случится. И примеров тому уже масса. Спасибо вам. Сергей Хлань, советник главы Херсонской областной военной администрации. Был с нами на связи. Был с нами на связи.